На Народном проспекте началась работа по удалению старых, неиспользуемых трамвайных рельсов. Накануне ночью рабочие вскрыли дорожное полотно, установили предупреждающие дорожные знаки и оградили территорию бетонными блоками. В результате оказались перекрыты вторые полосы движения на каждой из сторон дороги. Трафик теперь серьезно затруднен. Весь транспортный поток проспекта вынужденно умещается всего на двух полосах. Я увидел пока только что пробки. Это надолго? Ждать будете? Конечно, куда деваться. Все-таки лучше будет, дорога нормальная будет. Ну, а если мы не готовы ждать, мы же не взлетим, не полетим. Будем стоять. Работы в данный момент идут и на Светландской. Сейчас там тоже затруднено движение. Работают всего две полосы. В рамках федеральной программы безопасной и качественной дороги планируется не только демонтаж рельсов, но и комплексный ремонт. Кроме того, работы начались на улице Фадеева, где ведется ремонт пешеходной зоны и фрезерование старого дорожного покрытия, а также на Всеволодосибирсово, где ведется монтаж бордюрного камня. Рабочие проверят состояние подземных коммуникаций, заменят старые бордюры на гранитные, обновят асфальтовое покрытие в этом году еще и на Выселковой, Верхнепортовой и Гоголе. Разработаны схемы организации дорожного движения, по которым подрядчики должны работать. В основном мы будем стараться и мы так настраиваем подрядчиков, что выполнять работы в ночное время, чтобы меньше создавать неудобства нашим автолюбителям. Напомним, что тенденция ликвидации трамвайных маршрутов в пользу автомобильного транспорта началась в Владивостоке уже давно. Сейчас трамваи активно продолжают работать только по маршруту минный городок Сахалинская. Большинство остальных рельсовых путей демонтировано, их фрагменты остались только на некоторых участках Оливудской и Светландской улиц и здесь, на Народном проспекте. Графики работ уже согласованы. Окончание ремонта на всех участках планируется в сентябре. Илья Клименко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.